Всем привет, с вами Гару и в этом видео речь пойдет о самолете P-47D Thunderbolt, собственно как вы и просили. И начнем мы вновь с истории. P-47D это одноместный поршневой истребитель времен Второй мировой войны. Thunderbolt были одними из основных истребителей ВВС США, а к концу войны 47-е и вовсе стали самым массовым истребителем. Забавным фактом, пожалуй, является то, что самолет был создан конструкторами русского и грузинского происхождения. Да и в самой компании Republic Aviation работало много русских и грузинских эмигрантов. Парадокс в том, что самые популярные в реальности истребители США не пользуются спросом в игре. Наоборот, игроки иначе как о летающем утюге о нем и не говорят. Сейчас я попробую вам объяснить, почему же так получилось. И нет, дело тут вовсе не в разработчиках, которые чего-то там не докрутили. Как вы наверняка успели подумать. Thunderbolt конструировался прежде всего как высотный истребитель. И основной его задачей был эскорт тяжелых бомбардировщиков на этих высотах. То есть он предназначен для боя на высоте более 8-9 тысяч метров. По сути, конструкция этого самолета является своеобразным прорывом в области создания высотных истребителей. Ведь его огромный корпус позволил эффективно использовать турбокомпрессор, не путать с приводными нагнетателями. Не буду углубляться в подробности, но суть в том, что благодаря этим новостям мало какой самолет может поспорить с Thunderbolt в скорости на высоте 9 тысяч метров. Сейчас вы на видео как раз таки видите примерную разницу в скорости на высоте до 3 тысяч метров и на высоте 8 тысяч метров. Она ощутима. По табличным данным скорость Thunderbolt у Земли всего 570 километров в час, а на высоте 9 тысяч уже 700. То есть в игре в полной мере реализована разная плотность воздуха. Обратите внимание и на скорость пикирования Thunderbolt с высоты в 10 тысяч метров. Он практически моментально разгоняется до 1100 километров в час и при этом остается устойчивым, то есть способным вести прицельную стрельбу. Именно преимущества в скорости позволяли Thunderbolt сражаться с другими истребителями на таких высотах. Тактика эскортных истребителей очень проста и в то же время эффективна. Они держались выше своих бомбардировщиков и атаковали противника сверху. То есть эскортные истребители созданы для атак сверху. Это своеобразный бум-зум, вот только на сумасшедшей высоте. И боже вас упаси подумать, что Thunderbolt станет маневренным самолетом, оказавшись, так скажем, в родной стихии. Этот самолет просто создан для того, чтобы летать по прямой и никак иначе. Впрочем, этого достаточно для эскортного самолета. Лучше всего о нем высказался Марк Галай, заслуженный летчик-испытатель СССР. Это был самолет, на котором удобно и приятно летать по прямой. Для истребителей этого маловато. То есть Thunderbolt узкоспециализирован и, так скажем, заточен под то, чтобы прикрывать бомбардировщиков. И вспоминая то, что он стал самым массовым истребителем США во Второй мировой войне, это кое-что говорит о характере ведения боев. Поскольку игроки предпочитают воевать на высоте до 4-5 километров, у Thunderbolt просто нет никаких шансов пока что реализовать свои достоинства. Нет, некоторые впечатляющие вещи он показать способен, но о них чуть позже. Возможность с введением в игру более масштабных и осмысленных сражений, эскортные истребители вроде P-47 и Mustang займут свою нишу и будут заниматься именно тем, что должны делать прикрытием летящих на высоте 9000 метров B-29 Superfortress. То есть своеобразная стратегия в бою на мировой войне, к примеру. Одна команда летит на 10 тысячах метрах с кучей бомбардировщиков и прикрытием из мустангов и Thunderbolt, а другой уже придется это чем-то контрить, то есть искать противодействие, потому что их любимые Курфюст или Густавы на такой высоте воевать эффективно уже не смогут, уступая американцам скорости. У каждого истребителя есть высота, на которой он развивает максимальную скорость и соответственно наиболее эффективен. Для примера Ла-7 превратит в груду обломков на высоте до 5000 метров любой мустанг, но вот на высоте 8000 уже мустанг сделает с Ла-7 все, что захочет. Основной секрет управления же Thunderbolt, как бы странно это ни звучало, это чем меньше вы его тит трогаете, тем лучше. То есть даже на больших высотах попытки покрутиться или маневрировать заканчиваются моментальной потерей скорости. Управлять и направлять его надо очень плавно и аккуратно, и ни в коем случае не дергать в какие-то резкие виражи. Он просто тут же потеряет драгоценную скорость, которая является его основным преимуществом. Во время захода на противника как можно аккуратнее выводите его на атаку, и старайтесь заранее предугадать, где окажется враг, поскольку довернуть самолет в момент пикирования у вас шанса уже практически не будет. В текущих рандомных и исторических боях P-47 можно использовать только в роли штурмовика. Кстати, в таком амплуат Thunderbolt также отлично себя зарекомендовал в конце войны. Ведь это очень крепкая и отлично вооруженная машина, способная нести до одной тонны бомб. То есть вполне себе сравнимо с пикирующими бомбардировщиками или штурмовиками других стран. Правда пулеметы на P-47 установлено 8 браунингов калибра 12,7 мм не очень подходят для уничтожения даже легкобронированной техники. Но есть автотранспорт, есть ПВО и множество других целей, с которыми можно с легкостью расправиться. Да и ракеты очень эффективны. Что касается защиты на Thunderbolt, вы будете смеяться, но самый действенный способ выжить, когда у тебя на хвосте повис противник, это спрятаться за бронеспинкой и ждать, когда у него закончатся патроны. Конечно, это шутка, но на самом деле работает. Thunderbolt не только невероятно тяжелый истребитель, но и очень прочный. Он действительно способен проглотить весь боекомплект, какого-нибудь BF-109G и продолжить полет, что вы собственно и видите сейчас на экране. Ну а его маневренность я уже достаточно много говорил, так что я думаю вы и сами догадываетесь, что каким-то хитрым маневром сбросить противника у вас вряд ли получится. Правда, если бой на большой высоте, можете попробовать просто спикировать до земли на скорости до 1000 км в час. Мало кто, кроме Thunderbolt не развалится в воздухе из-за флаттера на такой скорости. Подытожим. Thunderbolt это настоящая легенда авиации и вполне заслуженная. Это невероятно тяжелый и бронированный самолет с отличным вооружением, великолепно справляющийся со задачами, для которых он конструировался, а именно сопровождение бомбардировщиков. Единственным, но критичным недостатком является, к сожалению, узкая специализация этого самолета. Все же летать хорошо по прямой недостаточно для истребителя. Будем надеяться, что с появлением более организованных сражений он займет свою нишу в игре. Пишите в моем блоге на GoH.ru о каком самолете вы хотели бы увидеть следующее видео. Ссылка находится ниже под видео и не забывайте следить за новостями на GoH.ru. И конечно же, если вам понравилось, ставьте лайк.